Доброе утро, телезрители РТС! Доброе утро, Хакасия! Новый день по традиции вместе с вами встречает программа «Утро, Хакасия» и, конечно, мы, ее ведущие Виктория Титова и Андрей Кобзарь. В ближайшее время мы узнаем много полезной и важной информации. В общем, не переключайтесь! На календаре 17 сентября – предпоследний рабочий день этой трудовой недели. День Шнобелевской премии. Это пародия на престижную научную награду. Ее называют еще и гнобелевской. На английском значит «позорная» и «антинобелевской». Награда вручается за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Самые запоминающиеся ее лауреаты – ученые, доказавшие, что присутствие людей сексуально возбуждает страусов. Теоретики, сделавшие вывод о том, что черные дыры подходят для расположения ада. И исследователи вопроса, будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее пяти секунд. Кстати, уроженец Нальчика Андрей Гейм в 2000 году получил Шнобелевскую премию за исследование левитирующей лягушки. А через 10 лет вместе со своим коллегой Константином Новоселовым получил уже Нобелевскую премию за изобретение графена. Таким образом, он стал первым в истории человеком, удостойным обеих премий. Важный день сегодня не только для околонаучного общества, но и для киноманов. 17 сентября 1922 года в Берлине состоялся первый в истории человечества публичный показ звукового фильма. Немецкий звуковой фильм? Очень необычно. И что же увидели зрители? А увидели они Андрей экранизацию пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейрманса. Поначалу критики считали, что использование звука сделает кинокартины недоступными для понимания зарубежных зрителей. Но они серьезно ошибались. И еще этот день важен для православного мира, который отмечает день иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. В народе ее считали охранительницей от пожара и молнией. В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы прогнать из сена гнетуху и трясуху. Духов болезней, которые могут зимой напасть на скотину. А еще женщины пересчитывали накопленные за лето запасы. В том числе проверяли и запасенные литры масла подсолнечного. О нем, кстати, сейчас и поговорим. Подсолнечное масло. Нельзя пользоваться нерафинированным подсолнечным маслом для жарки. При воздействии высоких температур оно выделяет канцерогенные вещества. Их же нерафинированное масло выделяет, если у него истек срок годности. Масло особенно опасно для человеческого организма при повторном приготовлении на нем. Также важно соблюдать условия хранения. Только в темном прохладном месте. Если в бутылке появляется осадок, значит масло окислилось. При этом количество полезных компонентов уменьшается. Масло становится горьким на вкус, а на сковороде начинает пениться. Однако вред подсолнечного масла на фоне огромного количества полезных свойств практически незаметен. Самое главное – это употреблять его в умеренных количествах. Ведь из-за высокой калорийности оно может испортить вам фигуру. А также повысить количество холестерина в крови. В России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. Ее готовы поддержать в Госдуме. С предложением согласились и 46% опрошенных россиян. Почти столько же высказались за возможность приобрести на эти деньги автомобиль. Кстати, с января 2021 года размер материнского капитала еще немного увеличится. За первого ребенка сумма вырастет до почти 484 тысяч рублей. За второго до 639 с половиной. Если на первого ребенка родители не получали выплаты, то доплата за второго увеличится на 155 тысяч 550 рублей. А далее наш эфир продолжает новости Хакасии. Производители Хакасии приглашают принять участие в Конгрессе индустрии детских товаров. Он пройдет в Москве в конце ноября под патронажем Министерства промышленности и торговли России. Планируется обсудить актуальные проблемы отрасли и меры поддержки. Минэкономразвития Хакасии приглашает заинтересованных лиц войти в состав региональной делегации. Узнать подробности и зарегистрироваться на Конгресс можно на сайте Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Глава Хакасии вручил государственные награды медикам, тем, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. За вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, почетными грамотами президента страны награждены главный врач республиканской больницы Наталья Коган и заведующий отделением резбольницы имени Лемешевской Андрей Гончаревич. Благодарности главы государства были удостоены еще 12 медиков. В Абакане дорожные работы на улице Некрасова и возле нового легкоатлетического манежа подходят к концу. Около манежа полностью заасфальтирована парковка на 236 мест. Сегодня дорожники доделывают тротуары. На территории пешеходной зоны будут установлены скамейки и урны. Затем парковое хозяйство намерено посеять газон. Совершается асфальтирование тротуаров и велодорожек на улице Некрасова. Полностью сделаны автопарковки, однако в части освещения у подрядчика отставание в графике. Напомню, что реконструкция улицы Некрасова выполняется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вновь приветствуем вас, друзья! Программа «Утро Хакассии» продолжается. И те, кто еще не встал из постели, будет необычный петушок. Смотрите и слушайте! Конечно, это не петух, а ворона, которая научилась ему подражать. Это кейпернатый Максим Галкин. Тем временем в Хакассии погода продолжает радовать. В республике наступает красивая пора. Зажелтели деревья, присутствует прохлада и воздух свеж и по-осеннему чист. Судите сами, в Хакассии дождей не прогнозируют, как, впрочем, и сильных метров. Днем средний градус 20-23 тепла. К тому же потеплело и ночью от 5 до 8 с плюсом. Ну а что нас ждет сегодня днем, разберем детально. В Черногорске и Усть-Абакане сохраняются туманы утром. Дневное время температура достигнет 21 градуса, в ночной период плюс 5. Присутствует облачность, тихий ветер с запада и юга. В Сорске при переменной облачности неожиданно потеплело. Днем на термометре плюс 23, в суммаре и ночи 8 тепла. Ветер с юга легкий, осадков нет. В Сайногорске утром туман, видимость менее километра. В полуденные часы плюс 23, в темноте градус плюс 8. Дождей нет, тихий ветер. В Бее погода идентичная. Плюс 23 днем, после полуночи плюс 8, без осадков и без ветрия. А в Белом Яре облачность переменная. В светлое время воздух погреется до 21 градуса, а в ночи плюс 6. Дождей не предвещают, как, впрочем, и ветра. В Аскизе хоть и облачно, но с прояснениями. На экваторе дня плюс 22, а далее градус падает. В ночи плюс 6, тихий ветер с юга-запада. В Таштыпе значительная облачность, но температурный режим благоприятен. Днем плюс 21, в сумерках до 6 тепла. Без осадков практически штиль. В Абазе небо затянуто, но временами все же пробивается солнце. На термометре городских улиц плюс 21, а в темноте 6 с плюсом. Без дождей. Ветер юго-западный, тихий. В Шира едва ли не лето. Днем, по прогнозу, плюс 24, а в ночи плюс 13. Дождя нет. На небе облачно с прояснениями. Ветер очень слабый. Такое же положение и в Баграде. В середине суток градус достигнет плюс 23. После заката падение температуры до 10 тепла. Южный тихий ветер. В отдаленном Копьево небо затянут облака, но без осадков. За окном плюс 21, а в сумраке 7 с плюсом. Легкий, но порывистый ветер. Абакан сегодня отметится утренним туманом, безветрием и недождливым днем. Осадков нет. Днем градус комфортный, плюс 21. Ночной период 6 выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность из повышенной перейдет в комфортную. Новолуние. Теплыми деньками осталось наслаждаться недолго. Уже на следующей неделе нас ожидает похолодание. Девушки начнут кутаться в шарфы, а многие мужчины задумываются, а не отрастить ли к зиме бороду. А что, и красиво, и тепло? Ну, не знаю, наверное, тепло. Не буду об этом судить, но если выбрать бороду правильной формы, то это действительно очень красиво. И сейчас расскажу вам о самых модных вариантах. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Я скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Борода – это универсальный признак мужественности. Она может добавить мужчине столько же привлекательности, сколько костюм или парфюм. Главное – правильно подобрать форму и длину. И помогут в этом советы стилистов. В 2020 году они предлагают большой выбор. Один из главных трендов – борода в форме утиного хвоста. Ее особенность в том, что длина постепенно увеличивается от бакенбард к подбородку. Такая форма смотрится аккуратно и стильно, а подходит практически всем. Для тех, кто не хочет выбирать между усами и бородой, идеальным вариантом станет эспаньолка. Южная бородка представляет собой растительность над губой, которая плавно переходит в английскую букву «У» на подбородке. Такая форма подходит всем мужчинам, за исключением кругловицых. Очень стильно и брутально смотрится бретта или голливудская борода. Она закрывает нижнюю челюсть и дополнена усами. Такая форма позволяет скрыть узкий подбородок. Длина бороды может быть разной. Однако низким мужчинам не рекомендуется носить длинную растительность, поскольку она зрительно уменьшает рост. Оригинальности в нижнему виду добавит козлиная бородка. Она представляет собой небольшой островок растительности на подбородке. Плавная круглая форма позволяет скорректировать круглое лицо, вытягивает его и приближает к идеальной овальной форме. Если вы любите быть в центре внимания, то ваш вариант – борода-якорь. Такая форма получается при сочетании усов со шкиперской и козлиной бородками. Хорошо ухоженная она идет практически всем. Еще одна модная форма бороды – русская. Ее отличительная черта в том, что волосы отрастают свободно на щеках, подбородке, губе и шее. Выглядит такая форма наиболее естественно. Однако ее обладатель должен помнить, что волосам придется обязательно придавать форму. В противном случае с брутального мужчины он превратится просто в неухоженного. И напоследок немного советов. При выборе бороды в первую очередь ориентируйтесь на форму лица. Например, для квадратной хорошо подойдет скругленная борода. Лучше выбрать мягкую и узкую бородку без бакенбард. Подкорректировать лицо помогут усы. Важно следить, чтобы растительность не создавала лишних углов. Обладателям треугольной формы лица следует избегать волос на щеках. На подбородке же будут хорошо смотреться и короткие волосы, и густая борода. Можно смело сочетать такую растительность с усами. Мужчинам с круглым и полным лицом важно создать углы. Подойдет вариант с удлиненным подбородком и укороченными скулами. Например, козлиная бородка. Обладателям перевернутого треугольника или сердца важно расширить лицо снизу. На помощь придут бакенбарды. Также хорошо будет смотреться комбинация с усами подковой или шевроном. А также широкая козлиная бородка с бакенбардами. А вот мужчинам с овальным лицом повезло больше всех. Они могут позволить себе любую форму. Очередная жертва мошенников, жительница Оссорска, лишилась более 30 тысяч рублей. И позвонили якобы сотрудники службы безопасности одного из банков и убедили в необходимости защитить свои сбережения от несанкционированного списания с карты. В ходе разговора жертва сообщила о звонившем номер карты и другие персональные данные, пришедшие на телефон. В результате с карты заявительницы были списаны все средства. Да, уж сколько раз говорилось о том, что ни в коем случае никому нельзя сообщать эти данные. Но люди по-прежнему сами отдают мошенникам свои деньги. Давайте еще раз вспомним основные правила, которые помогут сберечь ваши деньги. Как избежать обмана сегодня в нашем эфире расскажет Алексей Анатольевич Лункин, начальник УМВД России по городу Абакану. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот как раскрываются такие преступления, мошенничество я имею в виду, именно полицейскими Абакану? Для раскрытия подобного вида преступления и расследования подобного вида преступления у нас есть в УВД города специальный отдел создан, да, который специализируется на данном направлении деятельности. Похвастаться особыми успехами пока у меня к своему стыду не получается. Это же необычные кражи. Это дистанционным способом происходит. Это с помощью различных неоднократных переводов денежных средств в не только другие субъекты Российской Федерации, но и за рубеж. В целом мы проводим мероприятия, которые раньше-то никогда не проводили. Например, все уже обратили внимание, что по улицам города ездят патрульные автомобили с предупреждениями о том, что граждане, будьте бдительны, да, не попадайтесь на уловки злоумышленников. Различного свойства такие объявления звучат в магазинах, да, вот в сетевых, в больших, да, в торговых центрах. Вот, Алексей Анатольевич, давайте все-таки перейдем с вами непосредственно к более детальному разбору, да, этих преступлений. Какие совершаются чаще, вот на что обратить внимание? Смысл преступников заключается в введении наших граждан в смятение. Тонкая психология. Неожиданные сообщения тревожного свойства выводят любого человека из адекватного, из нормального состояния. Поэтому, значит, для того, чтобы, ну, не стать, так скажем, жертвой мошенников, я считаю, первое, нужно успокоиться. Спокойно оценить обстановку. Можно ведь прервать разговор. И перезвонить в банк. Перезвонить в банк, да. Да, как вид мошенничества можно расценивать, наверное, предложение кредитов, да, для граждан, так скажем, с нехорошей, наверное, кредитной историей, где на сайтах выкладывается информация о том, что любой, ну, банк там или иная какая-то кредитная организация выдаст займ кому угодно. Но для этого нужно сделать несколько манипуляций с деньгами. Оплатить страховку, оплатить доставку, оплатить какую-нибудь информационную услугу и еще что-нибудь оплатить, и еще что-нибудь оплатить. Человек уже даже забывает, что ему деньги надо получать, а не отдавать. Как один из видов мошенничества можно охарактеризовать, наверное, недобросовестные сайты, выдающие себя за букмекерские конторы, за пирамиды. Вернее, они являются, по сути, пирамидами, да, финансовыми. Там смысл один. Значит, предлагается гражданину заплатить деньги в виде взноса, пая или ставки. Он как будто доверяет свои деньги неизвестно кому, то есть непонятно на каких условиях, не составляя никаких, в общем-то говоря, документов, никаких договоров по этому поводу, с обещанием о том, что человек на том конце провода или на той стороне экрана, так скажем, да, сделает нашего гражданина сказочно богатым. Как еще одна разновидность мошенничества. Есть, опять же, например, в интернете, да, может быть, через сайты социальных сетей, мессенджеры, да, или в открытом доступе в интернете. Ссылки в плавающих окнах на полагающиеся выплаты. Ну, там указывается сумма, к примеру, там полмиллиона рублей. И для этого надо всего-то тысяч 15 перевести в качестве непонятно чего. То ли страховки, то ли доставки, то ли информации, то ли еще какой-то услуги. Граждане платят. Прежде чем перевести свои деньги, не суетитесь. Банковская карта – это ключ к вашим деньгам, это ключ к вашему состоянию, это ключ к вашему дому, я имею в виду личный кабинет, да? Ведь пароли и логины мы тоже не должны называть, неизвестно кому, ни при каких обстоятельствах. Значит, но если уж граждане все-таки стали жертвами преступников, я предлагаю не уничтожать следы преступления. То есть не уничтожать переписку, не уничтожать номера банковских карт, куда были отправлены деньги, либо телефонных номеров, если есть возможность сделать скан и страницы в интернете, или с мобильного телефона, не стирать программы, которые были установлены под диктовку, да, злоумышленников, дать возможность сотрудникам полиции осмотреть мобильное устройство, осмотреть компьютер, сделать соответствующую выемку, произвести исследование телефонного аппарата на вирусные программы, да, либо на программы удаленного доступа, которые были установлены, для того, чтобы через интернет найти хоть какие-то следы, да, которые могут привести к... К мошеннику. Да, так скажем, мошеннику. Алексей Анатольевич, большое вам спасибо за столь полезные советы, которые сегодня вы дали нашим телезрителям. Спасибо и всего доброго. Овны. День обещает быть плодотворным, как на работе, так и в любовных отношениях. Тельцы. Первая половина дня благоприятна для профессиональной деятельности. Близнецы. Вам совершенно не стоит портить отношения с начальством. Это может помешать вам осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Раки. Самое время постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Львы. Стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Дева. В личной жизни предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Весы. Вам сможет помешать только излишний оптимизм и откровенное потребительское отношение к любящим вас людям. Скорпионы. День обманов и иллюзий. Возможны заблуждения в оценке партнеров. Стрельцы. Не исключено, что сегодня у вас появится возможность выявить своих недоброжелателей. Козероги. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Водолеи. Придерживайтесь характерного для вас некоторого отстранения от окружающих. Никого не следует посвящать свои проблемы или планы. Рыбы. Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Детство без опасности. Федеральный проект под таким названием стартует в Хакайси. Главная цель – научить родителей правильно перевозить детей в автомобили. Обучающую программу презентовали и в правительстве региона. Ведь снижение детской смертности и травматизма – задача государственной важности. Ребенок в машине должен быть пристегнут. Вот истина, которую много лет твердят дорожные полицейские всем родителям. Но не страх за собственных детей. Небольшие штрафы не могут научить некоторых непутевых мам и пап использовать автокресло. Неудобно, дорого и еще сотни оправданий тому, что малыш скачет по салону. Как итог, интернет пестрит подобными роликами. Только за прошедший год на российских дорогах ГТП пострадало свыше 10 тысяч ребятишек. Счет погибших идет на сотни. И это при условии, что трагических последствий в большинстве случаев можно было избежать, если бы родители правильно перевозили маленьких пассажиров. Научить этому взрослых – дело нехитрое, уверены специалисты федерального проекта «Детство без опасности», который накануне презентовали в правительстве региона. Для Хакасии тема детского травматизма на дорогах остается актуальной. 22 у нас пострадавших в ДТП, один ребенок у нас погиб. И, конечно, мы как взрослые несем колоссальную ответственность, большую ответственность перед нашими детьми. И порой наша безответственность в неисполнении своих родительских обязанностей влечет в такие тяжелые последствия. Уроки по правильной перевозке детей будут проходить в перинатальном центре. Как показал нехитрый эксперимент, проведенный прямо во время пресс-конференции, семинары для многих будут полезными. Выйдите ко мне на секундочку, буквально. Представьте, что у нас сейчас с вами выписка. Нам надо с вами поставить детское кресло в автомобиль, туда погрузить малыша. И давайте посмотрим, сколько времени у вас займет на крепеж кресла. Пожалуйста, пожалуйста. Не, я не уверен, что я выписал это сделать. Аналогичное оборудование уже установлено в медучреждении. Обучать родителей будут местные специалисты. В 2019 году было присоединено 30 субъектов. И вот в этих 30 субъектах тренинги непрерывно реализуются до конца 2021 года. И на момент проведения всех тренингов оборудование находится в том медицинском учреждении, которое является участником федерального проекта. Занятия для молодых родителей планируется проводить небольшими группами, не более пяти человек, но из-за пандемии необходима предварительная запись. Видео, которое сломает ваш мозг. Что тут не так? Слишком большой тапок или очень маленькие щенята? Хорошо, что в кадре появилась рука. Теперь все стало понятно. Но согласитесь, щенята пока еще действительно совсем малыши. Им еще расти и расти. А для этого нужно хорошо питаться. Хорошо питаться нужно не только щенятам, но и людям. Особенно по утрам. Для этого и существует в нашей программе рубрика «Успеваем». Доброго утречка, мои хорошие! С вами Ирина Тапкасова. И, как всегда, быстрые, полезные и очень вкусные завтраки. Ну что мы с вами о кабачках, кабачках? А давайте сегодня-ка с баклажанами займемся. Тоже очень быстрое блюдо и подойдет на завтрак, да и, в принципе, и на обед, и на ужин. Поехали! Берем баклажанчик, отрезаем вот так вот пипочку. Но чтобы баклажан был не горький, нужно его вымочить, ну, хотя бы полчасика в водичке с солькой. Берем наш баклажан и нарезаем его вот так вот повдоль пластинками. Вот такие вот пластиночки у нас получились, и мы их убираем в водичку. Ну и пусть это все полежит у нас на полчасика. Берем противень, наливаем чуть-чуть растительного масла, естественно, распределяем. Раскладываем уже наши вымоченные кусочки баклажан. Теперь сверху кладем в кружочки помидор. У меня такая спелая помидорка, красивая. Помидорки теперь укладываем вот так вот аккуратненько сверху прямо. Гордый сыр. Нарезаем его тоже пластиночками и укладываем на помидорки. Ставим в духовочку на 200 градусов, минут на 20. Так, ну что, баклажанчики-то наши готовы. Ой, какая красота, посмотрите. А вкуснота какая. Можно дать чуть-чуть даже остыть. Так, ну и, конечно, украсим зеленью. Куда без зелени сейчас? Надо обязательно, чтобы была зелень. Напитаемся витаминами на всю долгую зиму. Посмотрите, какое получилось шикарное блюдо. Хоть на завтрак, хоть на ужин, хоть на закусочку. Запах прекрасный и очень вкусно, поверьте мне. Я даже не хочу сейчас на камеру пробовать, иначе вы побежите уже делать быстрее. Хорошего дня и приятного аппетита. Джеки Чан кошачьего мира. Посмотрите, что вы делаете этот пушистый. А ведь никто его не трогал, ничего плохого не делал. Некоторым котам не мешало бы поучиться хорошим манерам. Благо, этим есть кому заняться. Далее любимая рубрика наших самых юных зрителей, хотя и зрители постарше от нее тоже будут в восторге. Рубрика по приколу. Рубрика по приколу. Рубрика по приколу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова